это ала здравствуй зритель пока загружается ролик про мясо я решила поесть на камеру вообще наверно загружаться будет быстрее всего лишь 6 минут да и тут опять с телефона управляю чем зашла сегодня с одного магазина а так как это все в одном здании кореянки они теперь называются fish point или как-то так у них там прямо оборудована под барчик такой можно заказать и там же пожрать напомнил один мини ресторан в петрозаводске 2013 года выпуска ну не знаю может он уже не существует даже как называется не помню и можно заказать на дом но там нигде нет никакой квитанции визиточки ну смысле вот место телефона как-то вот номер чтобы знать их заказать и цены конечно там ну поприличнее чем во всех вот наших этих всяких закусочных такеши и прочие требухи ибо вот я чисто глянула там горячие роллы 350 рублей ну я себе взяла пару наборчиков оказывается наборчик есть радуга есть еще так такой же расцветки но ассорти вот у меня наборчик радуга вообще без понятия с чем и еще какой-то еще я купила значит я правда подогрела я думала что на подогрета есть но может быть надо было и холодной рыбка чем-то таким да хрена острая вообще вот я сейчас попробую это как-то вот здесь вот сердце говяжье кажется я потом его подозреваю подозреваю что он такой же острый но может попробовать просто холодным это я спаржи себе взяла 40 рублей за 100 грамм я не знаю что там она у меня на 600 чем-то вышла великолуцкого на 500 чем-то я там собиралась сказать цену и забыла потом я тут салфеток себе просто скуп не взяла на случай если лучше палочки мне положили спросили на двоих или на одного игру на одного соевый соус положили видимо два пакетика от имбирь васаби я отказалась а этим меня угостили я помню последний раз было летом полгода назад буквально и вот у них тоже там что-то изменялось в этот раз совсем изменилось а напомню мне тоже что-то много все это купила всяких разных салатов и она мне положила по-моему то же самое тогда уехала в деревню на три дня и или на сколько-то там и не взяла думаю ну приеду в холодильнике лежит потом съем приехала вообще забыла и подумала что но она учитали точнее в деревне так помню дольше осталось вообще забыла что у меня есть думала что тетя придет по это поет цветочки союз закроет откроет холодильник увидит и съест или даже советовал но в общем как-то она не съела и она испортилась я подозреваю в общем как-то вот вставала я закрывала балкон потому что мне показалось что как-то это поддувает сначала мне было жарко потом не стало холодно ну как обычно и здесь у меня чай в фрешевской чашечке где мой чай мой кофе сейчас я похаваю хренды так вроде все меня нормально видно может только чутка приблизить ну для тех кому вдруг не видно возьмите лупу купите все очки бинокль там подзорную трубу позорную трубу да да специально так сказала и пыртись потому что я вот с телефона смотрю вот такие вот такого экранчика иногда вот у меня ролик какой-нибудь надо вчера что то я искала что-то уснуть не могла из телефона читала доход мы не с моим минус 13 в очках а без очков а точнее без очков минус 13 в очках минус 7 так вот мне своим минус 13 без очков когда я лежу из телефона смотрю вот так на одну треть четвертую экрана мне вполне все видно не знаю как вы там со своим офигенным зрением почему-то ни черта не видите короче ребята если вам темно не видно то приблизьтесь как-то а всем остальным ну поживите со мной на хамеру если вам больше не с кем думаю сначала вот я их вот это но очень остро и вот вроде как ее унюхал там кусочек такой был я ему вроде как положила на пакетик а он понюхала видать ему показалось она не не настолько съедобно как в тарелке у хозяина хотя тут пока она стояла эта тарелка он пару раз пытался подконнектиться чем моя тетя считает что у кореянки самые вкусные роллы всего нашего города вот из всех вот так вот делая не когда сам делаешь а вот когда вот покупаешь ну в чем-то в принципе я тоже считаю у него конечно местами подороже местами как-то так но она проверенная годами человека и она действительно та самая вот ну смысле вот как я ее называю корейской крови них по-моему это какой-то семейный магазин и я вот сегодня заметила но я вообще замечаю периодически что у людей такое случается у меня такое пока вот ну просто как бы лет десять и она существует этот магазин даже может больше но она как-то слегка постарела я туда полила а контейнер-то ну короче постки надо как-то под него пады ставить вот так наверное вот как-то так сейчас лёля будет палочками чем не свои палочки которые покупала еще в окинаве она еще была существовала параллельно этой кореянки но что там кому-то не понравилось магазинчик прикрыли а там можно было чай купить какой-нибудь дофига элитный крутой ну не на развес а именно вот уже нормально они как на развес непонятно где лежал сколько хранился и как и там также делали ну там как бы на заказ делали даже доставляли но я что-то ни разу не успела у них заказать чтобы заставкой на там там 300 рублей по-моему на было набрать чтобы доставка и там разные были вот у неё то только вот так вот с рисом наружу а там были маленькие салат с кайса и сами с кайса были вообще пшеничные салаты короче очень много всякой хрени было очень вкусно можно было даже там посидеть поесть но тоже у меня как-то не случалось я больше там тупо зависала выбирала покупала и сваливала ну вот палочки из-за кинавы у меня остались а самой кинавы давно нету тут по моему рыбка вареная рыбка красненькая сырок огурчик я даже у них сыр тофу помню покупала в этой кинаве рисик нори и это икра вот это вот летающие рыбки что-то сладкий какой-то соус второй раз за полу за прошлом летом когда брала тоже был какой-то сладкий соус почему-то самое интересное что там совсем буквально рядом на минут пять пройти до здания где находятся эти самые такие же я ничего еще у кореянки можно было купить там кстати куча всяких специи но я что-то как-то про специи всегда последний раз момент вспоминаю или мне вроде как и не на ничего можно было купить простучно вот что-то такое готово вот эту рыбку там контейнер я как-то не рекойду горку покупала из типа с самим своей так как хочется соберись я сам называется и синка раньше это называлась корейские салаты и что-то еще нам все курташ они не закрываются продолжать как-то мутировать в лучшую сторону в смысле развиваться но сладкий соус наверно надо будет нажать на паузу сходить за своим хикомалом ой 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 слегка испачкала солдат куплюсь потом стирать и нажимает я на паузу идет за хикомалом вон там тут остатки было роскоши на вот потом купить вообще у него хотя бы он хрен с ним что сладкий вот мне как-то в такеши еще где-то я заказывала у нас они тут мы женькой заказывали в сытый папой что в сытый папа что в такеши последний раз такеши еще как-то меняемый был солененький действительно этот соус а в предпоследние разы попадалось вот как водичка окрашенная чем-то ну то бишь даже не соус вообще безвкусная коричневая водочка сюда тогда польем потому что прямо на них а еще что мне нравится в хикомале еще в хейнсе по-моему или хайнс как он там точно такой же состав тут тупо состав вода соль пшеница соль никаких там е 600 не пойми чего отслеживание еще какой-нибудь хрени но и не кстати вот насчет я думаю что вот насчет цены у нее принципе оправдана вот это вот 180 бывает наверное 170 или как-то так лучше у нее сами по себе вот эти ролинки они больше я помню еще у нас тогда была бабья компания ну чисто девчонки и моя подружка тузила с одним чуваком который был соседом наверное так и есть сейчас этой кореянке и говорил что она как ну там у нее муж с сыном готовили потому что как-то ждал пришла у них ничего не было мне сказали минут пять подождать тогда типа будет на машине привозил муж ну лет может восемь-десять назад это было а потом я узнала что они как соседи вот что он там готовит она готовит они там всей семейкой готовят и его соответственно угощают что они там общаются как-то но по-моему не был корейцем но хикомановский он все которые мне попадались мне по-моему попадался тупо вот этот соус натурального выражения бла-бла-бла он напоминает по вкусу вот для тех кто пил когда-нибудь темное пиво вот это вот портер портер хреново знаю тут именно его такой слегка карамелизированный какой-то вкус но при этом солененький и смотри там вообще видно как я тут это нам 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 будет там то тут это загораживает наверно можно вниз пока убить чаю который а то еще будет не видно из-за того что тупо не видно ой 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 наверное надо было быть ложечка чем я вот тут где-то есть деревянный ложечка скорее привезенный по мост первой еще приезда ой 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 все падает нафиг по моему это гробченый уголь лосось потому что она стабильно так горит у него какие-то такие классические наборчики ну смысл для нее вот они какие-то такие которые знаешь просто раз покупала не умение были массы вот как баночках продают а у нее тупо на развес мне вот и сегодня тоже да ладно их что-то у нее не было видео были маленькие кукурузки ладно это потом как-то подскребу уже без камеры ложечкой чувствую наверно сейчас именно за раз это все не схомячу мне нужно что-то надо вот так делать как было По-моему она побудет с 10 до 7, а выходные с 10 до 6. Косточка в рыбке. Ладно, я пока тебя покрою, потом тебя я как-нибудь даю. Раскнем здоровьем еще раз, попробуем эту рыбку, она уже по-моему подостыла. Я, кстати, раньше интересовалась, ну периодически у меня такое бывает, в принципе и сейчас интересуюсь, у меня где-то даже распечатки лежат, руки только не доходят. Гасан Ибн Сабах, может то, когда из зрителей, услышавших, читал, слышал, Старец горы. Короче, когда одно время работала в библиотеке на замене летом, у меня попадалось несколько книжек, и я вот читала там. Причем они совершенно разные книжки, но они пересекались там, как раз про этого чувака было. Я еще даже какой-то трактат пыталась писать, или исследование, они что-то, короче, писала, или в Кульке, или в Педе, как-то так. И вот вчера я что-то читала. То, что, в принципе, и так знала, но тут что-то вот читала, лежала, точнее, читала с телефона. Вторая версия, что их, в принципе, называли, по одной версии, что тогда я читала по разным книгам вообще, информации, документам, что... В сравнению с этим, она такая мягонькая, такая не остренькая. Что же с этим я не покупала? Короче, их называли, ну, как бы, ассасины, да? Гэшашины. Хашашины. Соответственно, от того, что они там хашиш, потрепаряли. Ну, а тут же была версия, что они потребляли опиумный мак. Их так называли, потому что, как бы, за глаза, что они сами по себе были бедные. И поэтому ели траву. Думаю, ну, и там оно как-то противоречит, потому что этот старик горы, он, как бы, дофига всяких книжек там покупал, всяких себе интересных, умных людей в разных областях специалистов приматывал к себе, как бы, выкупал и так далее. Думаю, если бы оно было совсем бомжом, оно бы это не смогло делать. При этом он вел совершенно аскетичный образ жизни. Ну, я считаю, что это совсем не связано с тем, что он, как бы, бедный такой был, дофига. Вот, помимо эльфизма, по которому я так и не написала работу, потому что нам тогда экзамен заменили на зачет на первом курсе по истории религии. Я еще этим самым увлекалась. Я лежала, подумала, что, наверное, в каком-то плане, прям, оскорбление, тот степ, который моя православная подруга говорит, и я периодически такой ляпала, но я до сих пор ляпаю. Некоторые папа больные в поисках, к чему бы прицепиться, чтобы поругаться, цеплялись и ругались. И так как не считая последних дустримов, на крайний ролик с парфюмерией проскакала как-то мадам, высказала, ну, как люди обычно приходят с настроем, чтобы какую-нибудь гадость сказать и с ожиданием, что они увидят какую-нибудь гадость. Вот зачем такие люди вообще приходят, не понимают такого прикола. Ну, и сначала наехала, что якобы я там сказала, что в бушную парфюмерию нельзя обозревать, я так офигела, говорю, да, я тут не знала. А потом, что ей мой стиль речи не понравился. Типа того, что так грустно, что у вас такой язык, я ей так еще отписала, думаю, да, так грустно, пришла поржать, а тут, значит, все грустно, печаль какая. Но она мне что-то не ответила, видимо, из тех, которые вот делятся на два вида, которые придут с целью посрать и поругаться с вами. Ну, допустим, комментатор, блогеру, да. Причем без разницы YouTube, от она YouTube, без любой вот этот какое-нибудь проявление творчества, по большей части в сети. потому что в реале такие люди, они особо трусливые и рот боятся разять. Не раскрывают творожку. А есть те, которые чисто приходят высраться, им без разницы твое мнение, и вообще там они при этом что-нибудь могут спросить у тебя, но ответ их не интересует. Видимо, я хотела этой самой спарши. Она такая мягонькая, в последний раз покупала на какой-то, ну, как вот в коробочках бывают такие салатики. Очень давно, раньше покупала в разных магазинах, еще на развес, помимо кореянки. Ну, иногда привозили. Они, она обычно сухая какая-то, эта спарша. Где нас у кореянки покупала, ну, не один раз, часто, в смысле, не то, чтобы часто, с момента, как к ней захожу, обычно, редко я к ней захожу, но из тех вот редко, я чаще покупала в довесок к роллам, там вот, или роллам, допустим, не было какой-нибудь салатик и брала спаржу с морковкой. Обычно спаржа с морковкой у нее или просто спаржа, она сухая. Ну, как обычно, вот в баночках покупаются в пластиковых магазинах, в каких-нибудь там сетивых, а тут очень мягонькая. Еще первый раз, по-моему, такую мягонькую. Скажи. Я надеюсь, там мой кот, свинку, которая, не знаю, сварилась, не сварилась, но я решила, что я потом еще говорю, под крышечкой в костюмке стоит, никому не едет. Как-то плохо размешана, вот сейчас только мне немножко попалось кусочек чесночка. И она реально не острая. Хотя вот тут я вижу опять чесночок. Надо, наверное, снова нажать на паузу, встать, все равно это все монтироваться будет по времени дольше, чем 12 классических минут. И закрыть окно, потому что холодно. Тем временем, у меня загрузился этот ролик. Я нажала на кнопочку опубликовать. где-то мой чайчик. Думаю, что надо, наверное, это оставить, может, на чуть попаять. Там, смотри, какой-нибудь картошки или типа того. так, у нас тут пакетик. Сюда можно его положить, а сюда типа мусор. Думаю, наверное, тоже попадем. А вот роллы можно сейчас еще открыть. Вообще, не удивляйтесь наружу, что я как бы и так много ем, но я сегодня как-то проснулась, пошла за молоком. Пришла, ну, вообще, что-то там у меня было пол чашки покупного молока, я его разогрела, сваряла слегка какаво, выпила, пошла. Пришла, немножко там что-то поделала, подремала, поняла, что надо как-то поесть, а из еды готовой вообще ничего нету. И замутила все блины, и думаю, надо еще замутить каких-нибудь типа булочек на тести из блина, ну, может, получится. Не знаю, получилось или нет, но у меня долго, грелась в этой печке. И, в общем, пока я делала блины, я попутно их хомячила. В общем, еду у меня как бы таковой не было, и потом я вспомнила, что вроде как-то это вот, там, родственники ждут этих семечек для этих птичек. Птички играть хотят. Ну, и что я собиралась купить семяся. Все, вот. Пустая баночка еды. Я вам это советую, хотя бы чисто потому, что изначально эта марка прям зажала япошкам. Так же, как купе, так и создали тоже япошкин. Потом это делали уже, ну, моя подруга говорила, что это производство японцев. Сейчас это делают в Нидиарланды. И у них нормальный состав. Вода, соя, пшеница, соль. Больше никакой хрени. Поставщик сюда Мистераль. Кикаманру. Ну, что нам будут потом загуглить, правда ли это япошки делали изначально. Ну, он, конечно, стоит подороже, чем этот ваш Сенсой, Трибамбукари, еще какая-то хрень. Ну, по-моему, Трибамбукари как-то там что-то такое покупала, как-то рублей за 40 по скидке в Дикси. Состав у него был такой же, как у Хикамана. А вот этот Сенсой, там еще какое-то е отслеживание. Ой-ой-ой, падает, падает. Тут у нас огурчик, сырок, красная рыбка. Нори, разокопченая красная рыбка. Рисик и эта самая икорка. тут код как бы пришел. А так как телефон у нас слегка сенсорный, лежащий на полу, то лучше его убрать. То мало ли этого кота. в принципе, тут осталось из посолила фото это у нас обон делать вот так Все, кажется, будто тут еще какое-то животное, но что-то такое совсем маленькое. Возьмем курицу. Вообще, была я сегодня в Ашане, ну, семечки там покупала, и думала глянуть какой-нибудь чай. Просто пью, что-то ничего путного не было. Чёрного чая. Зато всяких пакетиков дофига. Какое-то животное всё же есть. Но он мне сейчас попался. Ну, вот. Так, это белая рыбка. В общем, обе партии с какими-то рыбками, думя. По-моему, это какая-то, как называется, масляная рыбка. Вот так. 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 я его проткнул и он не успел даже развориться я пытаюсь забрать что на коробочках написано с точкой ру и какой кайф надо все это запить извиняй народ если тебе вдруг захочется вот это вот примерно того же а у тебя там по времени никак или заказать нет возможности если у тебя есть рис и какая-нибудь рыба или магазин рядом даже если там нет нори просто сварили за отфигач красной рыбы посолить с лобой а еще можно сварить рисом на сливочном масле на сковородке разогреть и добавить туда еще этого яичка куриного ну раздолбать помешать вкусно будет и посолить а может самое только на спинном сале а если добавить овощей туда еще каких-нибудь то тоже типа вкусно но можно и так делать вот жареный рис у нас в никоте такое было манга смысле а я помню там одну главу придачила на замене но мы ее уже закончили довольно забавная такая команда мангака потом начала другую мангу наше время но я так поняла что что-то у нее не пошло с рисовкой там вообще один в один практически только цвет волос разных героев не помню как эту девочку звали из не кого-то занимает все мои мысли в упор я помню ну так вот точно такая же героиня в этом в наше время только со светлыми волосами и там 9 глав всего лишь и два тома соответственно не пошла манга видать завернули как я у меня еще белый филе и у кого-то брал а вот но она как составляется может она и так ставить я так она не ставится ну ладно пусть так тогда любит тут у нас это сердце уже не влезет это тоже пробовать не буду и спаржу я тоже наверно уже не буду есть а то объемся чаю у меня только чай ну и так нормально 16 большущих ролинс хомячить и пол пакетов фары кайф то какой я буду потом подумать что с этими делать я когда подогрела но было горячее кислоострое сейчас остыло стало холодное кислоострое я не подумала что у него там все такое корейскообразное скорее все там этот крашеный свеклой красный ну такой малины ну под свеклу короче под цвет свеклы вареная этот самый коралл был я помню покупала как-то она мне еще угощала этими кораллами они такие белые они были не такие жесткие вообще жуть я помню не доела их у меня еще при бабушке был еще на той квартире естественно не знали 10 назад и кот у нас другой был кошка будь короче но я к тому что это надо было не удивляться что она тут вот или какой кислое или какой-нибудь острое и тут с рыбой какие-то странные такие кусочки иногда попадаются как бы рыба есть и что-то непонятное ладно посмотрим вдруг ко мне зайдет какая моя знакомая которая любит всякую такую странную штуку и я это все скорую чтобы она не пропала и знакомой хорошо и она не пропадет даже кота то есть не хочет хотя ему аромат так нравится в общем всем спасибо за компанию ну вы-то как бы я-то вас не вижу я тут вообще с камерой говорила получается с едой с едой разговариваю с едой я люблю разговаривать периодически ну а вам это наверное надеюсь вы там съели все что у вас было за вашими мониторами всем пока